Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Стало известно, было обнародовано то, что в Совете Управления Европейского Центрального Банка обсуждали повышение процентной ставки еще до окончания программы количественного смягчения. Как и ожидалось, данные спекуляции оказались неподтвержденными реальными планами европейского регулятора и на текущий момент можно наблюдать продолжающуюся коррекцию, что стало причиной общего снижения котировок евро. И на данный момент, хотя евро все еще дороже того уровня, что наблюдался в пятницу перед публикацией сильных данных по NFP, падение все еще продолжается. Считаю, что ключевой фактор, который будет определять котировки в ближайшие две торговые сессии, это будет ожидание по процентной ставке. Если, скорее всего, не ожидание по процентной ставке, а больше, то какие прогнозы даст Джанет Йеллен и изменятся ли прогнозы американского регулятора завтра после публикации процентной ставки по поводу дальнейшего повышения процентной ставки. Так как завтрашний рост ключевой ставки рефинансирования ФРС США более чем ожидаем. И именно фактор дальнейших темпов может сыграть ключевую роль в определении направления курса американской валюты и, как следствие, котировок евро-доллара также. По этой причине ожидаю, что в дозавтрашней публикации ставки ФРС США и, соответственно, прогнозов со стороны Комитета по открытым рынкам Соединенных Штатов, котировки будут находиться в рамках диапазона над поддержкой 1,0629 и ниже сопротивлением 1,0679. Следует добавить, что сегодня ожидается публикация в 13 часов индекса экономических настроений Германии, который ожидается на уровне 13,1%. В 15-30 выйдут уже данные Соединенных Штатов, а именно индекс цен производителей за прошлый месяц, который ожидается на уровне 0,1% при прошлых данных 0,6%. Учитывая то, что перед важными фундаментальными факторами обычная макроэкономическая статистика игнорируется участниками рынка, считая, что публикация двух данных экономических новостей не приведет к существенному изменению баланса между покупателями и продавцами на данном рынке. Следует ожидать последующую коррекцию, если не достигнется еще до того момента поддержка 1,0629 и дальнейшее боковое движение по причине ожидания завтрашнего решения и прогноза со стороны ФРС США.